космос вселенная черная дыра согласитесь эти слова слышал каждый из нас это в каком еще смысле даже если ты далек от космических дел но как же заманчива тема космоса с его загадками и тайнами мы вроде как бы знаем о космосе многое но при этом не знаем ровным счетом ничего взять к примеру инопланетян существуют ли они так они выглядят на какой планете живут зачем прилетают к нам а скажите ведь интересно салют гайз вы не представляете как я рад вас всех видеть на моем канале волошин брос я восхищаюсь с тобой тогда давайте двинем в космос полетаем да может чего новенького узнаем готов человек меняется в космосе если у тебя в планах стать космическим туристом то хочу тебя предупредить ты подрастешь причем заметно а вот и ничего смешного всему виной гравитация точнее ее отсутствие вне космоса человека притягивают к земле и позвонки сжимаются а в невесомости наоборот их растягивают и человек подрастает от трех до пяти сантиметров причем всего за несколько недель невесомость вообще пагубно влияет на здоровье космонавтов для начала ускоряется процесс старения сердце начинает барахлить уменьшается и становится круглым без гравитации жидкости в теле поднимаются выше то есть происходит увеличение жидкости и в мозге а он давит на глаза соответственно происходит ухудшение зрения астронавты видят более размытую картинку от такого попробуй не расплачься но не тут то было в космосе ты этого сделать увы не сможешь слезы не выкатятся из глаз а будут скапливаться на них большой каплей так что плаксом не место в космосе все мы знаем что без скафандра в космосе нечего делать но мало кто задумывался сколько стоит такой костюмчик один скафандр наса весит 150 килограмм и стоит 22 миллиона долларов ребята так вот и вопрос наверное поэтому инопланетяне такие страшные слишком много времени проводят в невесомости вот их и начинает плющить и таращить космический алмаз из журнала forbes в космосе обнаружено много планет и астероидов которые практически полностью состоят из золота платины или стали к примеру крупнейшим из найденных метеоритов является гоба который упал в намибии в доисторические времена он признан самым большим куском железа природного происхождения так как при весе 66 тонн он на 86 процентов состоит из железа но это все мелочи по сравнению с огромной планетой алмазом экзопланета янсен она же супер земля она же 55 кэнсри из созвездия рака на 90 процентов состоит из бриллиантов и графита а по размеру она 8 раз превышает размеры земли журнал forbes назвал эту планету самый дорогой из известных человеку и оценил ее в 26 и 9 на миллионов долларов планета странным титулом самый сатурн планета которая обладает сразу несколькими титулами со словом сам начнем с того что сатурн весит так 35 планет земля и превышает ее по размеру больше чем в девять раз но при этом он обладает самой низкой плотностью даже ниже воды если найти бассейн подходящего размера и опустить в него сатурн то он будет плавать как надувной мячик на сатурне дуют самые сильные ветра в солнечной системе до 1650 километров в час для сравнения самый сильный ветер на земле был зафиксирован на отметке 320 километров в час и когда-то давно на нептуне дул ветер со скоростью 2400 километров в час а еще у сатурна самое большое количество лун если быть точнее 62 космический снег а знаете ли вы что снег идет не только на земле снег идет еще как минимум на четырех планетах но это не обычные снежинки примеру на марсе происходят ночные снежные бури которые наметают сугробы углекислоты а на венере и меркурии сыпеть снег из металлических хлопьев на плутоне ученые обнаружили ледяные дрейфующие холмы которые состоят из азота метана и монооксида углерода космическая тишина космос это самое тихое место там даже взрывы происходят бесшумно а все из-за отсутствия воздуха на земле есть место которое стремится к абсолютной тишине эта камера создана специально для подготовки космонавтов перед полетами она находится в лаборатории орфилда если не пройти подготовку то в условиях полной тишины у людей случаются слуховые галлюцинации и панические атаки кстати в камере тишины настолько тихо что слышишь только работу своего организма кажется у меня паническая атака самые яркие объекты во вселенной кто бы мог подумать что самыми яркими во вселенной являются не звезды которые видно невооруженным взглядом а черные дыры как-то нелогично скажешь ты они ведь черные и должны быть незаметны однако во время вращения дыры поглощают не только космические тела но и газовые облака которые при закручивании по спирали светятся а метеориты попросту загораются от безумно резкого и быстрого движения свалка мусора на орбите это очень печально друзья человек загрязнил свою планету до ужаса и продолжает это делать ежесекундно но нам оказалось этого мало и мы добрались даже до космоса задумайтесь только на орбите нашей планеты находится свалка из отходов развития космонавтики более трехсот семидесяти тысяч объектов летают вокруг земли со скоростью 9834 метров в секунду а весят они от нескольких грамм до 15 тонн ну не стыдно а что за свинство на этой ноте мой космический выпуск заканчивается все испортишь всем хорошего настроения любви позитива и действительно буду благодарен если вы оцените это видео пальчиком вверх и подпишитесь конечно же подпишитесь это ведь самое главное чтоб не пропускать наши новые выпуски всем пока всех обнял всем позитива и добра я вас всех люблю мои подписчики я снимаю шляпу